Здравствуйте! В эфире телеканал Амилет в программах Аберлер Низеля. Я, Фатимя Сидометова и наши корреспонденты готовы рассказать о самых актуальных событиях за последние 7 дней. Смотрите в этом выпуске. Глава Крыма протестировал качество дорожного полотна на трассе Таврида. Дорогу Симферополь-Ивановка завершат в конце ноября. Библиотеки Смейла Гаспринского отметили 100-летие известной крымско-татарской певицы Эдди Етопча. Артисту крымско-татарской эстрады Февзи Алиеву 85 лет. Глава Крыма Сергей Аксенов протестировал трассу Таврида 2-го и 3-го этапа строительства. На 85-километровом участке автодороги уже уложили финишный слой асфальта. Сейчас здесь наносят разметку. А мост в районе села Донск уже практически завершен. Общая готовность объекта 65%. Тему продолжит Мухаммед Зекиряев. Сергей Аксенов вместе с журналистами едет тестировать второй и третий этап строительства трассы Таврида. Снимем стакан, коллеги. Со стаканом воды на торпеде внедорожника Аксенов за рулем автомобиля разгоняется по трассе до 60 километров в час. Коллеги, скорость допустимая. Вот 60 километров в час. Дорогой глава республики остался доволен. Ни одна капля воды просто не разлилась. Мы ехали 100 километров в час по этой дороге. Дорога была закрыта. Движение, поэтому, ну, как бы, нарушали скоростной режим. То есть, ну, в данном случае, вот, и посмотрите, ни одной капли воды на панели приборов нет. Со стороны главы в работе компании ВАД не было никаких претензий. Подрядчик идет практически всегда впереди графика. Компания ВАД репутацию свою подтвердила. Я же говорил уже, я был в Калининграде. Вот сейчас на последнем гуссовете. Вот меня впечатлила там дорога от аэропорта, то есть кольцевая дорога вокруг города Калининграда. Вот вижу сегодня, то есть вижу, что такие же дороги начали появляться в Крыму. Третий слой положен. На двух полосах второго и третьего этапа строительства трассы Таврида уложен асфальтобетон в три слоя. Работы выполнены на двух полосах из четырех протяженностью 85 километров. Первую очередь строительства трассы Таврида протяженностью 190 километров реализовали еще в декабре прошлого года. Удобный проезд от Керчи до Симферополя позволил крымским автомобилистам обойти пробки в районе поселка Береговое. Таких дорог еще не строили на территории Республики Крым. Это дороги современного требования, которые строятся в Европе, на территории Российской Федерации, в том числе в территории Республики Крым. На сегодняшний день трасса Таврида готова на 81%. На втором и третьем этапах строительства первую очередь наносят дорожную разметку термопластиком. Компания как исполнитель, генеральный подрядчик строительства трассы Таврида определен правительством Российской Федерации. Определен потому, что мы компания с 25-летним опытом, которая выполнила уже колоссальный объем по всей России. И мы известны как надежные исполнители любых поставленных задач. А в районе села Донское строят мост. Это последнее искусственное сооружение на четвертом этапе трассы Таврида. Армируют путепровод около 50 человек. Объект планируют сдать в эксплуатацию в 2020 году. Начиналось, начиналось наверное с дома. Начинали делать дом, потом начали побольше объекты и зашла фирма в Крым. Начали заниматься такими большими объектами, грандиозными такими. И тоже получаем опыт большой, как бы официальная такая работа. Нигде у нас в Крыму такой, можно сказать, нет. Строители Тавриды уложили балки на 5 из 6 строений моста в селе Донское. Общая протяженность сооружения 170 метров, а высота 17. На объекте работают около 50 человек. Работы выполнены на 65%. Всего на строительство автодороги выделили из госбюджета 37 миллиардов рублей. Уже в конце следующего года по ней полностью запустят движение. Мухаммед Зекиряев, Рафаэль Вахидов, телеканал Милет. Место пустующей земли – новый детский городок. В микрорайоне Хошкельда появилась большая детская площадка. Игровой комплекс возвели почти за месяц. На открытии побывала и наша съемочная группа. Черепашка, идем за шариками, есть еще шариками. Игровую экскурсию для всех детей и гостей мероприятия проводят персонажи излюбленных мультфильмов. В микрорайоне Хошкельда открылась новая детская площадка. Развлечения с аниматорами, шоу-мыльных пузырей, игры, танцы, сюрпризы и подарки. Так организаторы радуют самых маленьких жителей микрорайона. Это Тикомуф. Один, два, три, четыре. На площадке современное игровое оборудование. По периметру установлены ограждения и освещение. Ее открытия местные жители ждали долгие годы. А построили объект почти за месяц. Дети довольны. Площадка очень хорошая. Для развития детей будет очень прекрасно. Хоть дети будут не болтаться теперь по улицам, а будут наслаждаться такой площадкой. Здесь и яркие качели, карусели, песочница для маленьких детей и спортивные зоны для взрослых. Тренажеры, футбольные и баскетбольные площадки. Все лучшее детям – такой девиз у инициатора проекта. Неравнодушный предприниматель Рушен Аблякимов родился и вырос в этом микрорайоне. Раньше его дети, как и соседские, играли только во дворе дома и бегали по улицам. Теперь у них новое развлечение. Здесь была земля ничейная. Мы ее облагородили. Я очень рад, что этот проект свершился. Сегодня мы его открыли. Пусть в будущем все дети, которые проживают в этом районе, играют, пользуются. Это приносит очень большое удовольствие, когда дети наши достойно растут. Дети – это наше будущее. Они – наше достояние, уверен депутат Госдумы Руслан Бальбек. Парламентарий сопровождал реализацию проекта с момента зарождения идеи. Надеется, что такой пример неравнодушных предпринимателей станет по-доброму заразительным. Рассчитываю, что данный пример будет действительно тиражироваться во многих районах и городах. Очень благодарен нашим предпринимателям, жителям Каменки, Рушенби и тем, кто действительно также протянул руку для того, чтобы сегодня сделать такой подарок для наших деток. Это действительно большая радость. Уверен, что для них это большой совап. Пусть множатся хорошие поступки. Новая детская площадка разместилась между двумя улицами – Дос-Лук и Кой-де-Шлер. Здесь, в массиве Хошки-Льды, очень много проживает детей, которые нуждаются они. Им выйти некуда. Для детских площадок фактически места отсутствует. Единственное место есть, где можно было поставить детскую площадку. Именно здесь, где мы стоим. Останавливаться на достигнутом организаторы проекта не собираются. Обустройство родного микрорайона будет продолжаться. В Крыму появится еще одна новая мечеть. Строительство религиозного сооружения идет полным ходом в селе Синицыно Кировского района. Объект располагается в центре поселка и рассчитан на 200 прихожан. Об этапах работы расскажет Султаниеси Такаева. С самого утра на территории мечети кипит работа. Строители уже подняли стены. Сейчас забивают рейки под шифер. Возводить мечеть местные жители начали 4 месяца назад. Тогда же приступили к заливке фундамента, а потом и к основным строительным этапам. Общими усилиями проделана большая часть работы. Уже через две недели строители планируют установить окна и двери. После перейдут к внутренней отделке. А именно здесь возведут минорет, с которого Муэдзин будет созывать мусульман на молитву. Еще год назад жители села Синицыно не могли оформить земельный участок для религиозного сооружения. За помощью они обратились к депутату Госдома Руслану Бальбеку. Теперь все документы в порядке и территория полностью перешла на баланс муфтията. Слава Аллаху, муфтият нам помог, Руслан Бальбек нам помог, потому что были проблемы с оформлением участка. Новый религиозный центр – общая цель местных мусульман, поэтому в его строительстве каждый принимает активное участие. Давно ждали, что мы будем это строить. Поначалу мы обнесли забор, и инструменты, все рабочие инструменты лежали у нас на открытом месте. Мы организовали дежурство. Каждый день один человек из села дежурит. Ну и вот в этом дежурстве тоже демат дружнеет. По проекту здесь будет обустроен целый комплекс. Главное – здание мечети, комната для омовения и место для ифтаров. Также проведут все необходимые коммуникации, оборудуют и теплые полы. Спасибо нашим строителям и нашим спонсорам. Мы очень рады, что у нас скоро появится мечеть. Все мужчины села собираются и вместе работают. Это очень хорошо. Будущая мечеть будет вмещать более 200 верующих. Первый намаз жители планируют совершить уже этой зимой. Скоро и в Кировском начнут строить новое религиозное сооружение. Земельный участок уже выделили. Султанья Ситакаева, Ирвин Номиралиев, телеканал Миллет. Крым-троллейбус отметил 60-летний юбилей. Первый троллейбус вышел на дороге Крыма осенью 1959 года. За это время на этом виде транспорта перевезли почти 6 миллиардов пассажиров. История троллейбусного парка республики в репортаже Наджи Исаевой. Это вечный двигатель. Они работали с 1972 по 2018 год. Вот это наши токаря сделали. Первые компостеры, коллекция билетов, уникальные фотографии и модели городского транспорта. В трёх залах музея все этапы троллейбусной жизни. Мы первыми в СССР перешли на бескассовое обслуживание в троллейбусах. Всё началось в 1959 году. Тогда в Симферополе был проложен первый троллейбусный маршрут. Марина – железнодорожный вокзал. За 60 лет крымские троллейбусы перевезли почти 6 миллиардов пассажиров. На них прокатилось почти всё население земного шара. В это число не входят безбилетники. Это маленький уголочек, посвященный нашим зайцам. Любимым, нелюбимым, скажем так. Люди, которые любят бесплатно поехать в нашем общественном транспорте. Они заходят в контролёры, они показывают какую-нибудь красную книжечку, просто закрытую с гербом, как бы всё положено. А когда открывается, находится там и союз халявщиков, и союз студентов каких-то непонятных. Это более безобидно. Это более безобидно. Их просто штрафовали за безбилетный проезд, отбирали удостоверение. Ну и ещё были люди, которые поделали, конечно, сержант милиции, пенсионные, такие должностные. За это в Советском Союзе был штраф 800 рублей. В свой юбилейный день Крымтроллейбусы есть чем гордиться. За долгие годы работы у предприятия достижений много. Например, строительство новых улиц и дорог. С 1959 года на месте вот этого моста, Керчь, Феодосийский мост, так называемый, за кем-то, там Симферополь, было три. Деревянный, металлический, асфальтированный. Деревянный для пешеходов, металлический для трамваев, асфальтированный для автобусов, автомобилей. Когда запускали троллейбус, эти мосты снесли, установили вот этот мост, каменный, раз. Второе, для того, чтобы мог ходить троллейбус, Крымтроллейбус сделал, в общем-то, две улицы. Под троллейбусы строили улицы Перекопскую и Институтскую. Сейчас это улица Гагарина и проспект Вернацкого. До 1959 года этой улицы не было. Здесь были сады сельхозинститута, прорубили сады до Московской трассы, улица называлась Перекопская. Потом, после полета Юрия Алексеевича, она получила имя Гагарина, пустили троллейбус в 1959 году по ней. И вторую улицу, нынче она называется проспект Вернацкого, тогда называлась Институтская. Улица была, проезда по ней не было. Она была тупиком, все движение шло по Беспалово. Вот для того, чтобы мог идти троллейбус, ее пробили тупик, немножко расширили, заасфальтировали, пустили троллейбус. Вот две улицы и мост. А еще Крымтроллейбус усовершенствовал так называемую головку токоприемника на штангах. Прежняя Шкодовская приносила немало хлопот. Вот эта деревяшка, это не мы вставили, это изоляция чешская. Во-первых, она полностью цельная. В 1963 году два наших рационализатора Байда и Пекелес сделали вот такую головку токоприемника. Откидную, она откидывается вот так вот. И нормальная изоляция. Чехи, когда увидели, стали поставлять только такие, стали делать. Мало того, эти головки по всему Советскому Союзу распространились от нас. И чехи, поставляя троллейбусы в 27 стран мира, везде было потом написано в сопроведительных документах. Головка токоприемника Симферопольская. Наши специалисты сделали из неподвижного механизма подвижный и поменяли материал изоляции. Вот так вот она. Раз. Вот сюда вставляется уголек. Вот видите, уголь здесь. И к штанге. Во-первых, удобнее работать, когда на штанга сходят. И меньше вылетает, да? Да. И нет уже опасности для идущего транспорта. Вот же изоляция. У них деревяшка изоляция была. Канатную дорогу на Ай-Петре тоже построили сотрудники Крымтроллейбуса. 13 января 2004 года эти функции возложили наше предприятие. И 30 января, декабря 2007 года комиссия приняла полностью рабочую жилье, канатную дорогу, с которой не справились очень многие специалисты, очень новые компании, скажем так. И именно Крымтроллейбус ее закончил и вел в полную эксплуатацию, которая работает по сей день. Междугородная трасса стала главным туристическим маршрутом. Ее построили в рекордные сроки. Участок до Алушты всего за 11 месяцев. 100 городских троллейбусов, 8 пригородных и 10 междугородних. Самая популярная, самая длинная горно-троллейбусная трасса не только в республике, но и во всем мире. 85 километров из Симферополя на южный берег полуострова. Сначала в Алушту, оттуда в Ялту. Сейчас в троллейбусном парке более 200 машин. Ежедневно на маршруты выходят 150 троллейбусов. Троллейбусы новые, это даже еще не самые новые. Потому что раньше мы ехали, все трещало, все скрипело и холодно. А сейчас и тепло даже, когда холодно. Конечно, налицо изменения, это понятно. Жительница Симферополя Любовь Веськова говорит о большой работе предприятия, должны говорить и знать многие. Надо пожелать троллейбусному парку, чтобы реклама лучше у них была, чтобы о своей хорошей работе больше говорили, чтобы все знали. Последние годы предприятие преобразилось. Поменяли подвижной состав. Год назад ввели электронные проездные и бесконтактную оплату проезда. Сейчас идет активное развитие и пригородных маршрутов. До конца этого года планируют закупить еще 97 новых троллейбусов. Наджи Исаева, Эльдар Заитов, телеканал Миллет. Новые парки и скверы появятся в Крыму по программе федерального проекта формирования комфортной городской среды. В отборе общественных территорий учитывали мнение горожан. Как, например, за реконструкцию поселка Гресс проголосовало большинство симферопольцев. На каком этапе благоустройства парка Гресс узнавала наш корреспондент Айша Шулакова. На детской площадке в поселке Гресс всегда многолюдно. Турники, качели, горки и песочницы – настоящий оазис для маленьких жителей. Комфортно и, главное, безопасно. Современный комплекс сразу же полюбили маленькие непоседы. Играемся, катаемся, крейсопедим, катаемся. Этот парк не благоустраивали со времен Советского Союза. Новую жизнь он получил благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Уже установили детский комплекс, беседки для отдыха, лавочки, урны и ограждения. Везде брусчатка, даже есть беговая дорожка. Позже установят уличное освещение, озеленят территорию. Хорошее место, деревья, светло. Очень удачная площадка для деток. А это уже второй этап благоустройства парка. Скоро здесь появится большой спортивный комплекс. Два футбольных поля, баскетбольная площадка, теннисный корт, скейт-парк и даже роллер-дром. А пока рабочие занимаются укладкой тротуара, установкой зрительских трибун и ограждений. Ограждение заканчиваем и уже будет финишный слой цветной. То есть футбольные поля у нас зеленые будут, баскетбол, волейбол красные. Ну и скейт-парк с роллер-дромом, там особое покрытие будет для того, чтобы колеса нормально катались. То есть резина вот такая, она не пойдет. Нина Дубенкова живет в поселке Гресс около 40 лет. Рада положительным изменениям. Говорит, теперь будет где проводить время не только детворе, но и взрослым. Детей очень много на поселке. Я хочу сказать, что у нас не только дети. Если вы в 5 утра придете, вы увидите бабушек, которым за 70 лет, и которые тут и подтягиваются. Просто знаю, с собаками гуляю, прохожу, знаю, что у нас очень много спортсменов. По федеральной программе благоустраивают несколько парков Симферополя, Ялти и Керчи. Все работы на личном контроле правительства Крыма. За ходом работ должен быть постоянный контроль со стороны местных властей, чтобы завершить их в обозначенные сроки. В отборе общественных территорий учитывали мнения горожан. Как, например, за реконструкцию поселка Гресс проголосовало большинство симферопольцев. Так будет выглядеть парк Гресс после окончания благоустройства. Все работы планируют закончить в конце декабря этого года. Айша Шулакова, Ромазан Аливапов, телеканал Миллет. На финишную прямую уже в конце ноября в Крыму можно будет проехать по обновленной дороге Симферополь-Ивановка. Ремонт проходит по нацпроекту «Безопасные качественные автомобильные дороги». Наша съемочная группа проехала по новой трассе и оценила качество выполненных работ. Об этом репортаж Султанеси Такаевой. Работа на участке дороги Симферополь-Ивановка не прекращается вот уже два месяца. Дорожники уже полностью уложили финальный слой асфальта. Сейчас выполняют последние штрихи. Это подготовка мест под остановки, ремонт тротуаров и съездов. Сейчас подготавливаем съезды и укладки асфальта. Подготавливаем основания. По проекту срок сдачи объекта в сентябре следующего года, но работы ведутся с опережением графика. Старались максимально выполнить все работы в благоприятные погодные условия, пока солнце светит, пока тепло на улице. Все требования соблюдены согласно ГОСТов. Лаборатория ведет контроль-контроль качества. Отбирается керн и проверяется воплотнение, водоносвещение данного асфальтобетона. Строительство дороги реализуется по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На это выделили более 120 миллионов рублей. Это очень важное направление. В период туристического сезона даже по этой дороге перепускалось движение, чтобы избежать пробки на въезд в Симферополь со стороны Тавриды. Эта дорога очень востребована, поэтому мы рады, что закончили ее. По нацпроекту в Крыму за год отремонтируют почти 100 километров. Сейчас ведутся работы на четырех объектах в Валеневке, Орловке, в Черноморском и городе Саки. Ремонтные работы подходят к завершению. Совсем скоро рабочие приступят к нанесению финальной разметки. Участок дороги Симферополь-Ивановка полностью планируют завершить до конца ноября. Султанейста Каева, Рафаэль Вахидов, Телеканал Миллет. Соловей крымско-татарского народа, советская Кармен. Так называли легендарную певицу Эдие Топчем. 6 ноября ей бы исполнилось 100 лет. Жизнь заслуженной артистки Узбекистана оборвала страшная болезнь, но она до последнего оставалась на сцене. Память Эдие Топчем почтили в библиотеке имени Исмаила Гаспринского. Сотрудники подготовили музыкально-театральные эскезы Юрек Ерджеса «Поющая сердце». О творческом пути народной исполнительнице расскажет наш корреспондент Айша Шулакова. Студентка Кипоэша Рамазанова исполняет песню «Ачма да ярем пенчирена». Так начинается вечер памяти, посвященный столетию со дня рождения легендарной певицы Эдие Топчем. Сотрудники Крымско-татарской библиотеки имени Исмаила Гаспринского подготовили музыкально-театральные эскизы Юрек Ерджеса «Поющая сердцем». Эта песня из репертуара заслужена артистке Узбекистана Эдие Топчи. В народе ее называли «Крымско-татарским соловьем советской кармен». Она сумела сохранить и возродить многие национальные мелодии. Это истории коренного народа через жизнь сладкоголосой артистки. Эдие Топчи свою жизнь и творчество всецело посвятила служению своему народу. Эдие Топчи родилась в 1919 году в Бахчисарае. Музыкой и пением увлеклась в детстве. В 16 лет она стала солисткой в Крымском радиокомитете. Позже Эдие Топчи поступила на вокальное отделение Симферопольского музыкального училища. Закончить обучение помешала война, затем незаконное выселение. Мужа убили фашисты, а братья не вернулись с фронта. Эти события вошли в книгу ее сестры Сеаре Хашимовой Эдие Топчи воспоминания. Во время войны ее супруг, известный журналист Осман Батыров, был казнен фашистами за связь с партизанами. Жизненные трудности не сломили Эдие Топчи. Уже на чужбине она стала артисткой крымско-татарского ансамбля «Хайтарма». Ее голос покорял слушателей. Поклонники называли Эдие Топчи соловьем крымско-татарского народа. А позже ее и вовсе удостоили звания народной артистки Узбекистана. Жизнь талантливой исполнительницы оборвалась 48 лет после тяжелой и длительной болезни. Она до последнего дня оставалась на сцене. Она была красивой. Со всеми могла найти общий язык. Ее можно было приводить в пример многим. В то время такого уровня певицы были только Топчи и Реджепова. Они были знатоками нашей музыки, а главное – уроженками Бахчисарая. На мероприятии присутствовали и родственники Эдие Топчи. Каждый из них поделился воспоминаниями о знаменитой артистке. Когда еще была жива моя Зейнеп Бита, она просила, если у меня будет дочь, то назвать ее Эдие. Я согласился. Родилась дочь, и я выполнил свое обещание. В отличие от ее бабушки, она не поет, а танцует. Заслуженная артистки Крыма Эдия Аблаева еще в 11-летнем возрасте Эдие Топчи предрекла будущей певице. Она будет петь, она придет вместо меня и будет петь на нашей сцене для нашего народа. Мне так это запомнилось. Именно вот этот день запомнила я. И что она после этого времени незадолго умерла. Это было вообще мне такое. Я думала, как она сказала, я так и сделаю. Выставка о творчестве Эдия Топчи будет работать еще месяц. Здесь документы и книги из фонда в библиотеке, фотографии из семейного архива родственников знаменитой певицы. Увидеть экспозицию и поделиться информацией о народной артистке можно в Крымско-Татарской библиотеке имени Исмаила Гаспринского. Айшо Шулакова, Ромазан Аливапов, телеканал Миллет. 12 ноября жители полуострова отметят День крымско-татарской письменности и культуры. Сейчас идет подготовка к масштабному концерту. Он пройдет в Крымско-Татарском театре в 17.00. Там выступят известные исполнители и танцевальные коллективы республики. Планируется и выставка, где лучшие мастера рукоделия представят свои работы. В этот день сотрудники Дома дружбы народов презентуют проект «Юные таланты». Известный композитор-исполнитель и основоположник крымско-татарской эстрады Февзи Алиев отметил свое 85-летие. О творческом пути музыковеда «Юбиляра» репортаж Софьи Шукуровой. Февзи Алиев всегда в хорошем настроении. У него особенная манера общения, эмоциональная жестикуляция и неизменный атрибут шляпа. И, конечно же, бесконечная любовь к народной музыке. Его голос и по сей день сохранил свою мощь и притягательную силу. В 85 лет у нас никто не пел. Эри Джепова умерла в 65 лет. Февзи Белялов в 70. Идея топ-чев 47. Из тех, кто в 85 выходил на сцену, я единственный. Возможно, и дальше я буду петь. Дело времени. Известный композитор родился 3 ноября 1934 года в Симферополе. Первая встреча с музыкой, как говорит Февзи Агаб, была случайной. Услышал звучание гармонии в шестом классе. И с тех пор музыка стала смыслом его жизни. Я хотел купить гармонь. Папа мне не помог. Сказал, иди работай в огороде. А мама сказала, вдруг из него выйдет хороший музыкант. И так я собирал хлопок, делал другую работу. И вот собрал 500 рублей и купил гармонь. За полгода Февзи Алиев самостоятельно выучил ноты и научился играть на гармошке. Я учился всему по телевизору, видел, как там держали аккордеон, как играли, какими пальцами перебирали. Они были моими учителями. Многому я научился у инвалидов. Они тоже были моими учителями. Февзи Алиев с отличием окончил Ставропольское музыкальное училище. Первую песню написал в 26 лет. А потом начал заниматься музыкой профессионально. Сегодня в его копилке более 450 музыкальных произведений. Сейчас хочу написать инструментальный вальс, ищу, как правильно подобрать интонацию. Музыку написать это связано с интонацией. Тем, кто впервые сталкивается с написанием музыки, очень сложно. Главным достижением Февзи Алиев считает в своей книге особое внимание уделяет антологии крымской народной музыки. В этот труд вошло около тысячи народных музыкальных произведений, которые Февзи Ага собирал в Средней Азии. Также в издание вошли его личные 100 песен. За 18 лет сборник широко используется в музыкальных школах и вузах. На него опираются многие исследователи. По стопам отца пошли сыновья и внуки Февзи Ага Алиева. По возвращению в Крым в 90-х семья Алиевых основала музыкально-инструментальный ансамбль «Дистан». На протяжении десятилетий вместе они исполняют народную и современную крымско-татарскую музыку. «Хочу пожелать своему отцу крепкого здоровья, пусть дальше живет и еще пишет песни. Это его призвание и пусть радует нас, живя на этой земле». Свои 85 Февзи Ага не планирует останавливаться на достигнутом. Обещает и в будущем радовать своим творчеством. «Мне исполнилось 85, и я буду думать, что делать дальше. Я ведь музыкант, композитор, певец. Значит, нужно до последнего дыхания работать. Это моя мечта». Февзи Алиев работал и гастролировал вместе с ансамблем песни и танца «Хай Тарма». Уважаемый Февзи Ага, ансамбль «Хай Тарма» от чистого сердца поздравляет вас с днем рождения. Желаем вам здоровья, вдохновения и мы вас очень любим. Национальный колорит произведений Февзи Алиева – опора на традиции и наследие крымских татар. «Я всегда привожу Февзи Ага в пример. Он проделал огромную работу. Его книга «Онтология. Чего стоит?». Когда мы жили в Ташкенте, его громпластинки были в каждом крымско-татарском доме. Их хранили как реликвии. Сегодня, конечно, хочу пожелать ему крепкого здоровья. И пусть продолжает нас всех радовать». Он внес большой вклад в развитие культуры своего народа. Февзи Алиев – лауреат международных конкурсов, заслуженный деятель искусств Крыма, композитор и заслуженный работник культуры Украины. Февзи Ага, поздравляю вас с 85-летием. Пусть Аллах позволит вам еще долго приносить пользу нашей культуре. Крепкого вам здоровья и сил. Надеюсь, 90-й и 100-й день рождения мы встретим с вами вместе. С днем рождения, Февзи Ага. К поздравлению присоединяется и телеканал «Миллет». Желаем ему крепкого здоровья и новых музыкальных шедевров. София Шукурова, Рафаэль Вахидов, телеканал «Миллет». Это были самые важные, актуальные политические, экономические и социальные новости. Увидимся ровно через 7 дней. Приятного вечера и хорошей недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова